Далее в нашем эфире Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Скажите, а как вам кажется, вот эти школьники, юные доносчики, стукачи, они понимают, что делают? Они, может, им просто по приколу сдать препода, говоря их языком? Или они, я боюсь даже подумать, сознательно, идеологически понимают, что так нужно делать? Ну, знаете, я думаю, что там сознательности нет никакой, там, в принципе, ну, есть какой-то, наверное, кураж. Значит, смотрите, как здорово. То есть это в какой-то степени ощущение власти своей. Понимаете, то ведь школа – это что? Школа – это вертикальная структура. Это, ну, такая в какой-то, ну, вас, я имею в виду, вот, советскую школу и российскую школу. Это такая, такое своеобразная структура насилия, когда, ну, есть практически абсолютная власть преподавателя, абсолютная власть учителя. Значит, учитель сверху, вот он диктует. А тут, оказывается, вдруг раз, и ты можешь… То есть, понимаете, это, ну, очень характерный исторический пример – это культурная революция в Китае. Хунгвейбины. Значит, ну, вот исследователи этого явления обращали внимание на невероятное наслаждение, которое получали вот эти вот малообразованные, неграмотные, хотя там были и студенты, но это вот как раз огромное наслаждение, с которым они били профессоров, отправляли их там на исправительные работы, доносили на них. Потому что это, ну, в какой-то степени, это, можно сказать, восстание такое, когда свергаются авторитеты. Это то, что вы сказали по приколу, но можно так считать. Ну, и, конечно, режим не поленился воспользоваться, да, и этим, уже и детей в это вовлек. Ну, это, говорю, что в психологиях Хунгвейбинов, на самом деле, хотя они были немножко постарше, но, в принципе, психология именно такая. То есть, это компенсация, это, так сказать, ну, такое садистское наслаждение, когда вот, что называется, вы нас учили, вы нам что-то там говорили, а вот теперь получите. Ну, понимаете, это как, это Шариковщина, это Хунгвейбиновщина, то есть, это вот все то низовое, что сидит в людях, и этим режим пользуется. На самом деле, особенность путинского режима, она, ну, примерно такая же, как и у всех тоталитарных режимов. Они опираются на, во-первых, на социальное дно в значительной степени, а во-вторых, на дно в душах. То есть, они с души вот самое дно поднимают, самую вот эту тину, и ее поднимают наверх, говорят, можно, вот теперь можно. Теперь ты можешь, то есть, школьники, ну, максимум, что можно было сделать с учителем, это там кнопку подложить, значит, на стул, чтобы ему было, учителю было неудобно. Это максимально. А здесь ты можешь вообще власть над учителем. Да, такие низменные инстинкты. Но, конечно же, режим демонстрирует свои расправы, и в том числе над учеными теперь уже, учеными, которые, среди прочего, имеют прямое отношение к разработке и созданию гиперзвуковых ракет. Трое таких ученых были арестованы по очереди, теперь им инкриминируют государственную измену. Всем троим теперь грозит пожизненное заключение. Якобы за то, что продавали секретные гиперзвуковые технологии Китаю. По вашему мнению, это основная причина. Почему за них на самом деле взялся Путин? Ну, здесь уже высказываются гипотезы, что это Путин решил их наказать за то, что их ракеты сбивались. Но это не так. Это точно. То есть эта гипотеза, она по факту несостоятельна, потому что их арест и выдвижение обвинения были до того, как произошел вот этот, так сказать, торжественный сбив вот этих вот несбиваемых ракет. Так что здесь как бы вот эта гипотеза не проходит, просто фактические проверки. Значит, тут несколько аспектов. Да, действительно, это потрясающая вещь, когда, значит, тех людей... Путин же гордился этими ракетами, как он их обликнул, как он радовался, когда, значит, представлял эти ракеты. Для тех же детей, правда, мультики там рисовал. Да, 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 мультики. Там он рассказывал, как эта ракета летит. Вот она с такой скоростью летит, что у нее нос плавится, что там температура больше, чем на солнце. И вот он просто, так сказать, я не знаю, там от удовольствия готов был растаять. И вот теперь такое. Значит, ну, здесь два аспекта, на которые я хотел обратить внимание. Причина очень простая. Дело в том, что одна из базовых причин, почему в России стало такое, вот такое вот это все, почему в России фашизм сегодняшний, это то, что в начале 90-х, когда вот появилось маленькое окно возможностей, решили реформаторы и те, кто тогда был у власти, решили, что не надо разрушать, значит, инструменты подавления в Советском Союзе, которые были созданы в СССР, и решили не ликвидировать КГБ, а как-то его немножко изменить. Название изменить, так чуть-чуть, на словах что-то изменить. И сохранился вот этот гигантский аппарат, который по всем городам и весям, по всем предприятиям сидит огромное количество майоров, подполковников, полковников, генералов, и им что-то надо делать. Ну вот Новосибирск, значит, ну откуда там, там гигантское управление ФСБ, причем оно как бы как спрут по Новосибирской области распространено там, и в городах небольших там есть отделения местные ФСБ, и на предприятиях сидят ФСБшники везде. И вот этому громадному количеству офицеров и генералов им надо что-то делать. Им надо звезды получать, им надо ордена получать, им надо повышение получать, чины хватать. Откуда? Чем они должны заниматься? Ну вот, вы добрый человек, войдите в их положение. Вот сидит, так сказать, эта куча офицеров, и откуда им взять диверсантов? Украина своих диверсантов, значит, не посылает, потому что, ну, понятно, да, далеко и не нужно. Да, американцы тоже на всей области не напасешься. Значит, это очевидно, что не напасешься на всех вот этих вот, значит, шпионов. И самая простая добыча – это ученый. Написал ученый статью на иностранном языке какой-нибудь, значит, всего шпион. И это самый простой способ получить звездочки, потому что гарантированно совершенно ученый, написавший статью на иностранном языке, значит, это стопроцентный шпион. А ученый, он так устроен, он не может не писать статью на иностранном языке, потому что научный обмен, без научного обмена, в принципе, никакая наука сегодня теоретически невозможна. Поэтому самый простой способ – это создавать вот этих вот ученых-шпионов. Но самое забавное во всей этой истории, я говорю забавное, несмотря на то, что, ну, вот живые люди, немолодые, особенно, значит, сибирское отделение Российской академии наук, там рекордное количество посаженных физиков. И двое из них, кстати, умерли в тюрьме. Так, на минуточку. Поэтому, конечно, забавного весьма мало. Но вот ученые из этого института, где вот сейчас, в настоящий момент, разработчики кинжала оказались в тюрьме, они написали коллективное письмо с жалобой, с протестом и так далее. Так, понимаете, и там они говорят, что вот мы же патриоты, мы же вот разрабатываем, служим Родиной, у нас была возможность уехать, предлагали большие деньги. Ну, за что же вы так с нами? Ну, вот, понимаете, проблема заключается в том, что, да, действительно, огромное количество ученых сейчас уехало. Но есть еще и вот отток мозгов, да, это какая-то вот проблема, которую сейчас Российская академия наук поднимает на обсуждение. Но проблема их в том, что, ну, вот эти взрослые люди, они же все понимают, они все видят, они понимают, ну, куда идут их разработки. И вот, мне кажется, здесь еще более важная проблема, чем отток мозгов, это какой-то отток совести. Потому что, ну, да, действительно, были случаи, когда ученые работали на, там, тоталитарные фашистские режимы. Но все-таки, там, в условиях, например, ну, да, вот Андрей Дмитриевич Сахаров создавал бомбу для Берии. Фактически ходил на совещание под руководством Берии. Но потом, в условиях Советского Союза, да, но тогда все-таки был железный занавес, и информации, в общем-то, не было широкой. То есть, я помню, я очень часто обращаюсь к дневникам Сахарова, и со временем Андрей Дмитриевич понял, что вот то, что он делает, это идет на пользу, значит, вот этому тоталитарному режиму. И он присоединился вот к ПГОЖскому движению, движению ученых в борьбе за мир и за нераспространение, за неиспользование в военных целях ядерной энергии. И вот проблемой вот этих вот ученых, в частности, Новосибирской, Сибирской академии, Сибирского отделения Академии наук, этих физиков, является то, что у них куда-то, куда-то делась совесть. Понимаете, мозги остались, а совесть куда-то делась. Потому что, ну как, они же не могут не понимать, куда идут их кинжалы, куда идут их авангарды. Я не знаю, по-моему, авангардами пока еще не стреляют, но тем не менее, вот кинжалы действительно сейчас используются. Слава богу, стали их сбивать, а до этого ведь не могли сбивать. И они убивали людей. Это было, вот как живет этот ученый, ну тот, который остался, которого не посадили, как он живет, как он спит, как он приходит домой, обнимает детей и внуков, понимая, что его разработки, плоды его научно-исследовательской деятельности, они используются для убийства большого... Очень сродни тому же и летчику, который где-то там высоко в небе, в туман выпускает эту ракету. И мы обсуждали эту тему. Я тоже задавался вопросом, а как человек? Он же вроде как бы человек, тоже сын, тоже может быть отец. И этот летчик с своего этого стратегического бомбардировщика выпускает ракету. Я задавался вопросом, как? Он же понимает, что она летит в людей, в жилой дом, где люди спят сейчас. И психолог объяснял, что здесь еще есть, вот этот вот эффект, когда он перед собой их не видит, никого, да? Поэтому точно так же, но он, конечно же, сопричастен, он виноват, он это делает. И точно так же этот ученый, да, то, о чем вы говорите. Он же, да, имеет мозги, но должен иметь совесть и понимание, что это за разработка, против кого она. Ну, это другой раз. Я не хочу вам показаться каким-то там сновым или еще что-то, но все-таки разница между военным летчиком и физиком, физиком достаточно там остепененном, да, она есть. Военный летчик – это военный, да. Я понимаю, что здесь оправданий нет, это военный преступник, безусловно. Но все-таки физик, во-первых, все-таки образование другое. И тут, как говорится, кто на что учился, да? Военный летчик – это военный летчик, который, в принципе, учился на то, чтобы убивать в конечном итоге. То, что он сейчас убивает гражданских – это преступление. Но человек, который по образованию, по профессиограмме, профессиограмма, физика – это воображение. Она включает такое понятие, как воображение. Он должен, обязан представлять. Поэтому здесь, мне кажется, спрос просто другой. Другой спрос. Вот с этих разработчиков другой спрос. Мне представляется, что российской науке, если вообще эта страна еще сохранится после российской науки, нужно будет с собой, с собой, внутри себя, Российской Академии наук, российской науки в целом, внутри себя серьезно разбираться. Что произошло? Это отдельный вопрос. Ну да, вот и спросят на пожизненном. Но знаете, все равно, как на этом фоне смешно выглядит недавний указ Путина, мы вот его только обсуждали, где в Крымне признали отток живой силы, мозгов, айтишников в том числе, и, мол, Путин теперь приказал, давайте создадим благоприятные условия, чтобы теперь возвращались. И тут на тебе, ученых своих же сажает, и, конечно же, это никак не будет сопутствовать тому, чтобы люди с мозгами, которые выехали, возвращались. Вы знаете, там в этом указе, в ходе этого обсуждения, в ходе этого указа была очень смешная формулировка. Надо создать привлекательный образ России. Ну вот, привлекательный образ, конечно, создается. Сажают ученых, сажают, хватают, так сказать, на улицах, насильно отправляют на фронт. Более двухсот тысяч человек уже погибло, российских военнослужащих в этой войне. Очень привлекательный образ. Так что, верной дорогой идете, товарищи. Не только ученых. На этой неделе на музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол тоже о дискредитации российской армии. Лидер группы «Аквариум». Один из наиболее известных представителей российского рока. Поколения на этом выросли. Легенда. И теперь вот так вот. Не думают в Кремле, не боятся, что действительно, ну, и кассета, и диск с Гребенщиковым, ну, он просто едва ли не в каждой квартире. Или после того, как с Пугачевой сработала, там, с кем? С Земфирой. Подумали, ну, что можно и взяться за такого глыбу, как Гребенщиков. Ну да, это, конечно, ну, понимаете, там просто работает какая-то другая совершенно логика отдельная. Понимаете, вот те КГБшники, ФСБшники, вернее, которые сажали эти трех ученых, значит, которые являются, по сути дела, куют, как они раньше говорили, ракетный щит Родины. Они, естественно, в этот момент не думали, что они делают. Они просто зарабатывали себе на звездочке. Точно так же те, кто шил, что называется, дело против Гребенщикова, они совершенно не думали о том, что они делают, какое они воздействие оказывают, какой-то резонанс будет. Действительно, БГ, как его называют, это икона, безусловно, для очень многих. Но, скажем так, не для молодежи современной, а для людей моего возраста и моложе, на самом деле. То есть, где-то от 40 и далее, и выше. Это действительно икона. И это, конечно, существенно. То есть, там нет, там просто в Кремле на сегодняшний момент, если у ученых нет совести, вот у тех, кто разрабатывает такие ракеты для путинского режима, то у этих кремлевских у них нет мозгов. Не случайно, ну, правда, мозги есть, но они как-то по-другому устроены. Не случайно троекратный полицеровский лауреат Фридман назвал, значит, Путин величайшим самым опасным дураком на планете. Ну, действительно, дурак. Ну, это, я понимаю, что это какая-то такая неполитологическая категория, но дурак не в смысле там малообразован и еще что-то, хотя он, конечно, очень плохо образован. Это вот надо все-таки признать. Но помимо этого он неадекватен. Вот неадекват. Дурак – это неадекватный человек. Это человек, который ведет себя неадекватно. Значит, дураком может быть и профессор, и академик, ну, и президент, как нередко бывает. Ну, в данном случае вот все эти люди, они ведут себя неадекватно. Они просто дураки. И вот придется эту не вполне политологическую характеристику просто ввести оборот. Они дураки, они не понимают, что они творят. Послушайте, ну, из этой же серии этот арест Басманный районный суд Москвы заочно арестовал известного во всем мире украинского продюсера Александра Роднянского. Тоже за якобы распространение фейкова русской армии вместе с Александром Ефимовичем. Этот же суд заочно арестовал известного российского режиссера, сценариста Ивана Ворыпаева, который уже с 14-го года живет в Польше. В прошлом году после начала войны отказался от гражданства России. И вот такие вот приговоры. Сейчас, когда проходит Каннский фестиваль, Александр Роднянский там представляет Украину. И сейчас европейская пресса, мировая пресса, это во всем мире известный кинопродюсер. Сейчас все заголовки об этом, по сути, это же реклама вот этой вот путинской безмозглости на весь мир. Особенно, действительно, что касается Роднянского, то это, конечно, феерическая глупость, потому что действительно, Роднянский это же часть не только украинской, но и российской культуры, безусловно, потому что он долгое время жил и работал в России. У меня были подробные с ним беседы на моем канале, и он подробно объяснял, почему он, безусловно, безусловно, он, конечно же, украинский режиссер, безусловно, но почему он работал в России и внес такой гигантский вклад в развитие российского телевидения, прежде всего. это такая глыба, без которого трудно представить себе российское телевидение. Ну, вот он рассказывал, что да, в то время, когда он пришел туда работать, там было больше возможностей, просто больше ресурсов, поэтому он там почел необходимым, так сказать, для своего творческого роста переехать в Россию, жил здесь и на самом деле работал на, очень серьезно работал на, значит, российскую культуру, на российские медиа. И вот этого человека сейчас, которого надо, надо было бы благодарить за это, вот против него там возбуждаются какие-то дела. Безумие полное. И главное, непонятно зачем. Вот причин, потому что этот человек, вот он... Он все называет, ну, вещи своими именами, война, агрессия, ну, зло. Да. Что очень характерно, он не является, он не, 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 находится в числе тех украинцев, которые вполне обоснованно, вполне понятно, по понятным причинам, вот это вот украинцы с такой содранной кожей, которые ненавидят все российское. Это понятно, эта причина понятна, но Роднянский, он совершенно никакой не русофоб, он очень вполне адекватно относится к России и к русским. Конечно, он ненавидит Путина, ненавидит всю эту банду, но в целом он, в общем-то, спокойно и нормально может разговаривать с российскими журналистами, у него нет никакой идеосинкразии. И вот зачем этого человека сейчас против него возбуждать какие-то дела, это безумие, непонятно зачем. Главное, ну, что называется это очередной выстрел в ногу. Там уже, я не знаю, этих ног не осталось от количества выстрелов. Я же говорил, вся пресса теперь об этом пишет, и все понимают, какой там... Бьют по себе, по сути дела, так же, как с этими тремя учеными, которые, ну, все нормальные, я считаю, что все нормальные физики сегодня и, так сказать, проектировщики, они должны просто принять этот сигнал на свой счет. Да, спасибо за этот разговор, Игорь Александрович. Игорь Яковенко был в нашем эфире, российский оппозиционный журналист, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Спасибо, всего хорошего.